Богородице, Дима, радуйся, Благодатная Мария с подростками. Когда я родился, решили обязательно назвать его Людой. Богородице, Дима, радуйся, Благодатная Мария с подростками. Богородице, Дима, радуйся, Благодатная Мария с подростками. Богородице, Дима, радуйся, Благодатная Мария с подростками. Богородице, ФСБ, отдел связи. В общем, подслужки все же не стали. Значит, она там так и осталась. А люди, когда было явление в небе? Идет сильнейший бой, сильнейший обстрел. Днем это, значит, мы идем. И вдруг над нами раздвигается, это уже как мои родственники рассказывали, раздвигается небо, значит, да, и в просвете небо, значит, да, измороз такая, значит, то ли дождик, то ли снег, значит, появляется, значит, женщина с ребенком на руках. 11 ноября, значит, да, а я в это время, значит, держался сзади матери, за ее юбку, а у нее какой-то, ну, полуодеда, полушубок, значит, значит, короткий, да, и прям я держался за эти штуки, и они остановились женщины, глядят, а я выронил эти руки, эти, кулаки разжал и упал, сплю, на ходу сплю, значит, да. Мать меня подняла, говорит, речет, говорит, Лева, Лева, смотри на небо, смотри на небо, я глаза посмотрел, опять опустил, значит, голову, значит, да, вот, говорит, Лева, ну ты что, бабушка говорит, Лева, перекрестись, Лева, перекрестись, я тебя как учила, значит, а я сплю, я ничего, значит, не вижу, значит, да, вот. И так вот мы шли до самого этого оврага, уже спустились в этот овраг, подошли к этой землянке, где Мария Ивановна и Максим Петрович, ее муж, там еще была и Наня Бабушкина, и Мария Ивановна Племянница, подошли к этой землянке, они уже настали в землянку. Меня опять встряхнули, значит, опять говорит, Лева, Лева, смотри, я смотрю, значит, да, женщина, значит, да, и на руках у нее ребенок. И особенное значение не придал, бабушка говорит, как я тебя говорила, она, разговор у нее плохой, перекрестись, перекрестись, значит, да, ну, как я перекрестил, я не знаю, я опять заснул. В общем, вот, вот так вот я видел, значит, эту женщину в сонном таком состоянии, вот. И что получилось? Меня затолкали в эту землянку, тесно, потом ее разрывали, разрывали дальше, а землянка как? Нора, вот. И представьте себе, значит, да, прошло такое время, значит, и в школе, значит, Георгий Феногенович Куколев говорит, вот, мы поедем на каникулы по железной дороге в Саратов, потому что центр нашего отделения железной дороги находится в Саратове, будет делать рисунки, вот, и, значит, рисунки туда, значит, повезем, вот. И я стал делать рисунки на тему моей войны, значит, это, значит, моя очень удачная, в общем. А бабушка говорит, нарисуй обязательно, значит, нарисуй эту, значит, Матерь Божия, значит, Богородица с рисунком на руках, значит. Я вспоминаю, вспоминаю, значит, вот, ну, никак не могу вспомнить, вот, пытаюсь, пытаюсь вспомнить, никак не могу. Уже почти все рисунки готовы, и надо же такое случиться, значит, да, она мне приснилась, приснилась. Небо, значит, вот это такое вот, как наискосок, значит, Богородица, так вот четкое, значит, с этим самым. Говорю, ну, дашь, думаю, да я же ее такую видел, значит, да, и на следующий день, говорю, бабушка, я ее видел, он говорит, как? Да вот так, ну, ты же рисунки свои рисуешь. Да по памяти, вот они приснятся, значит, да, и я их рисую. Ну и чё ж, привезли мы эти рисунки, значит, да, детские, выждорожные, эту, какую-то школу в Саратове. И мне вручили биографию товарища Сталина и книгу Симона «Дни и ночи», значит, книгу Симона, значит. Вот, и так вот, значит. Видели прям всё это, да, вот? Да, да, люди поднимали кверху иконы, значит, да. Обходили дома, да, крестным ходом как-то, да, с иконами? И с иконами ходили, и загоражили прибомбежки себя иконами, груди прижимали иконами, значит, что Бог помог. Потому что уже, простите, мы пришли к этой землянке бабушкины, этой сестре Марии Ивановны, значит, да, уже была сволка тишина. А у вас ещё много вот картин с иконами, там, вот, например? Это вы как бы со стороны, то есть вы над Волгой, да, вот, появлялась? Над Волгой, да. Ну да, вот самолёт сбитый, это всем прям, пушки там фашистские стоят. Субтитры создавал DimaTorzok